Черешневый сад на улице Верхняя Рябиновая. Дети с ограниченными возможностями и активисты молодежных организаций в минувшие выходные высаживали первые деревья. Детский церебральный паралич. Для Коли Исаева этот диагноз не стал приговором. Мальчик всегда занят полезными и приятными делами, охотно заводит знакомства. Общается с такими же особенными ребятами в региональной молодежной организации «Смородина». Делаем всякие подделки, пьем чай. Общаемся. Вместе с мамой и племянницей Коля приехал поучаствовать в посадке Черешневого сада. Чтобы оставить память. Чтобы какой-то человек подошел, сорвал ягодку, сказал, как хорошо, что здесь есть это дерево. Это первые 60 саженцев. Со временем этот сад займет целый гектар. Здесь будет около 300 деревьев. Деньги на благое дело ребята заработали сами. Продавали свои поделки и на эти средства купили саженцы. Помочь детям с ограниченными возможностями, справиться с непростой задачей приехали и активисты молодежных организаций. Я думаю, что все-таки нужно видеть отношения людей. Не просто, потому что это не мое, это меня не касается, это касается каждого. Нужно менять людей, их непонимание того, что мы живем в одной стране, нужно помогать своим. Черешневый сад – это только первый шаг в реализации большого проекта «Параллельный мир». Следующим шагом станет создание контактного зоопарка. Там будут такие животные, которых можно будет потрогать руками, погладить, почувствовать, что ежик колючий. Особенно это будет важно тем людям, которые лишены возможности увидеть животных. А следующую партию черешневых деревьев организаторы планируют высадить уже осенью. Юлия Абрамова, Геннадий Воробьев, Телеканал СЕЙМ. Спасибо. Спасибо.